14 тысяч бесплодных семейных пар состоят на учете в Казахстане. Почти половина из них, по данным Минздрава, нуждается в так называемых вспомогательных технологиях. Это широко известное экстракорпоральное оплодотворение, ставшее популярным в последние десятилетия. Но для некоторых пар даже это не выход. Выносить и родить своего ребенка не могут тысячи женщин. И тогда на помощь им приходят суррогатные мамы. Кто эти люди? Добрые феи или алчные женщины, просто желающие заработать? Моя коллега Жанна Хабдулхабар нашла суррогатных мамочек и поговорила с ними. Жанна, добрый вечер. Где вы нашли суррогатных мам? Неужели они не скрывают свои данные? Добрый вечер, Рамина. Оказалось, найти суррогатных мам не так уж и сложно. Достаточно поискать их в интернете. По телефону они и вовсе слова охотливые, раскрепощенные, рассказывают все подробности процедуры и даже могут поторговаться. Для начала коротко о том, что такое суррогатное материнство. Если супружеская пара не может иметь детей по медицинским показаниям, то яйцеклетка жены оплодотворяется биологическим материалом мужа через процедуру ЭКО. После зачатия эмбрион подсаживают суррогатные матери, которые на протяжении 9 месяцев просто будет вынашивать малыша. Грубо говоря, выполнять роль инкубатора. Вы спросите, зачем это нужно суррогатным мамам? С одной из них нам удалось поговорить. Это, скорее всего, финансовая сторона. На тот момент у меня ребенок должен был пойти. Это была весна, а конец мая и каникулы. И ребенок должен был пойти у меня в первый класс. И получилось так, что я с мужем в разводе. И надо было, чтобы кто-то ребенка со школы встречал. Так как я буду на работе, встречал, кормил, бабушка не могла сидеть с дочкой, еще маленький второй ребенок. Ну и вот так получилось, чтобы находиться дома. И мы живем раздельно, я снимаю квартиру. В основном это финансовая сторона. Эта девушка лица своего показывать не хочет. Ей 30 лет. Сейчас она вынашивает ребенка для бесплодной супружеской пары. Говорит, привязанности к малышу никакой не чувствует. Это для нее всего лишь работа. Я разговариваю, стараюсь, все равно. Это же ребенок. В плане того, что я не принимаю это близко к сердцу. Я знаю, что это не мое. Эльвира Алиева родила пару месяцев назад мальчика. С тех пор малыша она ни разу не видела. Хотя говорит, что до сих пор общается с так называемыми заказчиками. Об этом опыте не сожалеет, но признается, что больше на такое не пойдет. Конечно, я долго думала. У меня супруг, я замужем, у меня двое детей, две дочки. Супруг был против. Говорит, это чревато последствий. Мы можем тебя потерять. Ты там, ну, по здоровью, да, это же очень серьезно. Ну, как бы я сказала, ну, это добро все-таки. Давай поможем людям. Ну, как бы это со стороны моей тоже же материально поправим ситуацию. Эльвира осуществила мечту бездетной семьи. Выносила им ребенка. Не забыла девушка и о себе. На вырученные деньги купила машину. Да, за такие услуги платят и квартирами, и миллионами. Но об этом чуть позже. А сейчас успокоим моралистов и уточним, что закон о суррогатном материнстве в Казахстане был принят в 1998 году. Первый ребенок, рожденный таким путем, появился на свет годом позже, в 99-м. То есть, теоретически, первенцу программы сейчас 20 лет. Процедура совершенно законна. Она заверяется нотариально. Другими словами, это обычный договор, предметом которого считается живой человек. Вернее, долгожданный малыш. Сами заказчики, они скрывают же, что они заказали. Они имитируют беременность. Они идут во время рода вместе с суррогатной матерью, рожают. И, в общем-то, потом выписываются из роддома с букетами цветов и так далее. Итак, по закону, суррогатной мамой может стать любая женщина в возрасте от 20 до 35 лет. Любая, это значит, поддонство ее не имеет значения. Другими словами, рожать за деньги в Казахстане разрешено всем, даже лицам без гражданства. Что важно, так это наличие хотя бы одного здорового ребенка. Если она замужем, то необходимо согласие с супругом. Расходы по процедуре ЭКО, наблюдения во время беременности, послеродовые на протяжении 56 дней оплачивают заказчики. Это все прописано в законе. Остальное в договоре стороны обсуждают индивидуально. В практике был такой договор, когда заказчиками выступали иностранцы. Иностранная супружеская пара. И они обязательно настаивали, чтобы суррогатная мама каждый день слушала классическую музыку, читала классические произведения, занималась йогой, медитацией. И вот этим самым они заранее уже планировали, чтобы ребенок еще в отроби матери развивался. Заказчиками могут выступить даже иностранцы. Наш лояльный закон привлекает пациентов из стран, где такие услуги запрещены. Больше всего в прошлом году к нам приехали из Кыргызстана. Там медицина не так развита, как у нас. Узбекистана в этой стране зачатие ребенка таким способом преследуется. В лидерах также Россия. Но все же 85% это наши соотечественники. За год один только центр репродукции в Алматы принял 120 бездетных пар. Конечно, сравнивая законодательство России, вынашивая беременность, российская суррогатная мама, она может передумать в любой момент и оставить этого ребенка себе совершенно официально. И все 9 месяцев родители очень переживают, не передумает ли она. Отдаст, не отдаст. Вдруг она испытает какую-то сильную привязанность и решит это оставить себе. Здесь, в нашей республике, это полностью исключено. То есть здесь заранее генетические родители знают, что такого даже быть не может. И такого даже в практике не было, чтобы суррогатная мама передумала у нас. Ну и самое главное, сколько стоит счастье материнства. В интернете полно объявлений, где женщины предлагают свои услуги. Расценки варьируются от 2 миллионов и выше. Также суррогатные просят выплачивать им во время беременности ежемесячно от 50 до 100 тысяч тенге. Еще 10-15 лет назад малыш стоил однокомнатную квартиру в хорошем районе. Сейчас услуга распространена и стала дешевле. Это совсем не про бизнес. Это про отношения. Конечно, есть пары, которые после рождения ребенка совсем не общаются с суррогатной мамой. Ну, в принципе, так прописано, например, в договоре. И это вполне нормально. Но есть, я встречала семьи, которые вполне нормально общаются. Суррогатная мама видит этих детишек. Иногда эта суррогатная мама становится няней для этих детишек. Дети так или иначе узнают эту правду, поэтому лучше сказать этим детям. Затронув эту тему, мы столкнулись с еще одним видом донорства. Оказалось, женщины не только вынашивают чужих детей, но и продают свои биоматериалы. Сколько у вас деток? У моих двое, плюс я донором была еще шестеро, итого восемь. А вы донором яйцеклетки были? Да, еще донором была шестеро. Просто гонорар за сами яйцеклетки для девочки, которые будут вам давать, это где-то от 250 до 500 тысяч. То есть здесь она варьируется, как уже договоритесь между собой. Клиенты нашей собеседницы по телефону чаще всего женщины в возрасте. Товар пользуется спросом, потому как, призналась девушка, работать ей просто некогда. С одной стороны, такие люди дарят счастье стать родителям тысячи бездетных пар, сохраняя семьи. Но юристы говорят, в последнее время 30% договора заключается на безвозмездной основе. А вы лично, Жанна, как относитесь к суррогатному материнству? В целом хорошо, но удручает, что в Казахстане женщины готовы выносить чужого ребенка, в первую очередь из-за денег. Но обрадовало другое, что в последнее время людей, которые готовы совершенно безвозмездно и бесплатно родить для своих близких, становится все больше. Там будут быть мамы, сестры, дочери, подруги. И ведь это казахскому народу все-таки не чуждая такая практика действительно была. Ведь самое главное, чтобы ребенок просто не стал товаром. Согласно с таким мнением, благодарю, Жанна. Напомню, это была моя коллега Жанна Хабдулхабар с обзором о суррогатном материнстве.